Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 8 сентября вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group. В студию ведущий Роман Шевченко. Начинаем с валютной пары евро-доллар. В преддверии публикации отчета по изменению процентных ставок ЕЦБ спрос на евро оставался слабым, но преимущество все же было на стороне покупателей. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как незначительное ослабление котировок пары сопровождалось умеренным ростом открытого интереса при резком снижении объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается в пределах средних значений за месяц и полгода. Но учитывая высокую насыщенность новостного фона, торговая активность может возрасти. До момента возврата котировок пары ниже уровня 1.12.55 дальнейший рост остается в приоритете. А сейчас перейдем к валютной паре фунт-доллар. Британский фунт стерлингов не получил поддержки от Банка Англии во время парламентских слушаний по вопросу инфляции. Но слабость доллара США сдерживает продавцов от развития очередной волны распродаж. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество покупателей. Так как ослабление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов. При этом риск развития более мощного снижения все еще присутствует. Средняя дневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается в пределах средних значений за месяц и полгода. При этом рассчитывать на дальнейший рост торговой активности не приходится. Продажи могут быть актуальны, но лишь при условии возврата котировок пары под уровень поддержки 1.33.40. А сейчас перейдем к валютной паре. Доллар США, канадский доллар. Несмотря на рост цен на нефть, мягкая риторика главы Банка Канады ослабила позиции канадского доллара. Но активность покупателей по данной валютной паре все еще слишком низкая для развития очередной волны роста. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество продавцов. Так как укрепление котировок пары привлог к уменьшению открытого интереса и объемов торгов. Средняя дневная волатильность за последние 5 торговых дней находится в пределах средних значений за месяц и полгода. Но публикация отчета по запасам нефти в США может сопровождаться ростом волатильности торгов канадским долларом. До момента возврата котировок пары выше 1.28.75 риск дальнейшего их снижения остается высоким. А сейчас перейдем к экономическому календарю на сегодня. Трейдерам необходимо внимательно следить за пресс-конференцией ЕЦБ. А также уделить внимание отчету по изменению количества первичных обращений за пособием по безработице в США. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы Фокус Рынка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Фиба Групп. Ваша финансовая группа поддержки. Фиба Группа Фиба Групп Фиба Групп Редактор субтитров А.Семкин Фиба Групп